Наша война переписывает не только учебники военного искусства, по военному искусству, от тактики до стратегии, но и по мобилизационным нормам. Когда все видят сегодня, какие идут расходы боеприпасов, начиная от стрелкового вооружения, заканчивая авиабомбами и ракетами, то гонка вооружений уже практически началась. И многие страны сегодня разворачивают свои военно-промышленные комплексы, начинают вкладывать туда деньги, появляются новые оборонзаказы, ну в частности польские заводы уходят на войну. Так написало издание Речи Посполита, производство оружия идет полным ходом. Завод в Быдгоше увеличил производство тротила до максимального уровня. Завод в городе Родома хочет производить 100 тысяч винтовок в год, имеется ввиду штурмовых винтовок, понятно, не трех линеек. Заводу гаубиц и бронетранспортеров поручено за два года удвоить поставки бронетехники. То есть, видите, реально, ну Польша находится практически в первом эшелоне обороны НАТО, это восточный рубеж НАТО. Польша, Словакия, Венгрия, Чехия, Румыния, страны Балтии. А вот теперь интересный вопрос, а Венгрия готовится, у них началось наращивание военного производства, или Венгрия готовится с солью и хлебом встречать расширские войска. И даже не рассматривает вариант оборонительной операции от расширских войск. Вот интересная позиция, узнать позицию политического руководства Венгрии в этом вопросе. Все НАТО будет обороняться по восточному рубежу, да, ну гипотетически, вот как по легенде учения, я только что вам рассказал, да. А Венгрия что будет делать? Открывать шлагбаумы на пунктах пропуска и с хлебом с солью встречать русский мир? Интересная, да, ситуация. Так что Польша ставит экономику на военные рельсы. Наша разведка говорит о том, что Рашистская Федерация наращивает всеми силами, пытается нарастить производство военного вооружения. В частности, представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью РБК Украина заявил, что Рашисты производят в месяц до 250 ракет разного вида. Показатели остаются на уровне октября прошлого года. 115-130 ракет Х-101 калибр и 100-115 ракет оперативно-тактического класса Х-31 или Х-59. Вот такое вот количество. Причем, я так понимаю, что накопление крайне тяжело для Российской Федерации, потому что мы в ударах по Украине 29 декабря прошлого года и 2 января этого года, мы нашли обломки ракет, произведенных в 3 и 4 квартале 2023 года. То есть, практически ракетное производство наращивается, но пока что РФ воюет с колес. Очень сложно накапливать. Враг перевел производство на военные рельсы. ВПК у врага переведено, в отличие от нас. Все, что делают сразу, то отправляют на фронт. Также, кстати, по поводу угроз со стороны Севера, наша разведка констатирует, что очень сильно опустошены склады в Белоруссии. То есть, оттуда, ну вы помните, да, эшелонами оттуда вывозили боеприпасы, когда была необходима и в Белоруссии. Сейчас остался тот минимум, войсковой минимум, который они смогли отбить у Российской Федерации, когда Путин отдал приказ вырезать оттуда все. Все, что можно. Далее, основные боеприпасы, поставляемые из Северной Кореи, это 122-152 мм и реактивные снаряды. По оценкам нашей разведки, Российская Федерация получила около миллиона штук. И сейчас идет речь о подготовке передачи еще полумиллиона таких боеприпасов. Шахеды уже производят в России, констатирует наша разведка. К 2026 году там планируется наладить полный цикл. То есть, видите, да, разницу? Мы говорили, вот все, шахеды. Есть только крупноузловая сборка. Производится в России, но крупноузловая сборка. А к 2026 году там планируется наладить полный цикл производства. Есть проблема с комплектующими. За последние месяцы удалось собрать всего-навсего 350 шахедов. Так наша разведка оценивает возможности военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Так что и с этой стороны, видите, гонка вооружений идет. По бронетехнике и артиллерийским системам тут накоплений нет. Тут идет в минус, потому что промышленность на сегодняшний день, вся российская промышленность, которая восстанавливает снятое с хранения, потому что в боевом составе уже ничего не осталось. Он обновился на 100%. Уже идет только с хранения снятая техника. Частично до 20-30 единиц в год могут произвести новых образцов. Остальное это все восстановленные образцы после хранения. Так вот, из восстановленных образцов по бронетехнике не может Российская Федерация сегодня проводить накопления, большие накопления, что-то чуть-чуть могут откладывать, но очень-очень мало. Все идет на фронт практически с колес, с конвейера сразу на линию фронта. И по Китаю. Прошли выборы, но я вам вчера рассказывал, что победил проамериканский кандидат. Реакция Пекина последовала. Китай решительно выступает против того, чтобы США имели любую форму официального взаимодействия с Тайванем и против того, чтобы вмешивались в дела Тайваня. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Китая. В своем обращении, опубликованном на сайте ведомства, она раскритиковала заявление Государственного департамента США о выборах на Тайване. А спикер Госдепа поздравил тайванский народ за то, что он снова продемонстрировал силу своей надежной демократической системы и избирательного процесса. То есть курс на демократизацию. Но в общем, судя по реакции самого, ну это официальная сторона реакции, а не по неофициальной реакции Пекина, они довольны выборами. Потому что демократическая прогрессивная партия, которая была, будем говорить, правящей до этих выборов, она потеряла часть мандатов. У нее нет абсолютного большинства. В парламенте, в Тайване, будет намного тяжелее проталкивать эти решения, а Китай начинает потихоньку ассимиляцию. 2 миллиона человек работает на материковой части Китая, 40% инвестиций в Тайвань идут с материкового Китая, то есть Китай постепенно начинает втягивать Тайвань экономическими шагами, и втягивать внутрь себя. При этом, видите, официальная позиция, что США руки прочь, стараются бить по рукам американцам, что не лезьте на Тайвань. Так что пока что говорить, и вот то, что Пекин доволен выборами, в общем, доволен выборами, ослаблениями позиций, позиций проамериканской партии, и усиление позиций про китайской политической силы, говорит о том, что вряд ли Китай, ну, помните, да, принцип Китая, сидеть на берегу реки и ждать, когда трупы врагов проплывут мимо. Вот примерно такую же тактику здесь мы наблюдаем в поведении Китая. Ну, все может быть, как бы я не исключаю, может вдруг Сидзепин отдаст приказ наступать и брать штурмом остров, и такой вариант тоже нельзя исключать, сбрасывать со счетов, вот он имеет право на жизнь. Но в основном тенденция идет к тому, что Китай будет медленно экономически пытаться поглотить Тайвань, притянуть его максимально к себе, и будет стараться ограждать Соединенные Штаты от влияния на Тайвань. То есть торги продолжатся. Как мы и говорили с вами, что переговорный процесс между США и Пекином продолжится. Ожидать какой-то конфронтации по результатам выборов на Тайване, я думаю, вряд ли на сегодняшний день стоит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok